Привет, с вами Антон Ким, и в этом видео мы рассмотрим четвертьфиналы в RCS Cup, супертурнира в формате Кубка Мира инновационного. Осталось уже не так много участников, если в 1-8 мы видели 16 участников, то осталось уже 8. Это Иригайся, Абдусаторов, Феруджа, Вашьелограф, Анан Прагдананха, Видит и Раунак Садвани. Это нокаут в формате Кубка Мира, играется две ускоренные классики, плюс Армагеддон вместо тайбрейка. Изначально принимало участие 16 игроков, осталось 8. Контроль времени такой тоже инновационный, 60 минут на первые 30 ходов, затем 30 минут еще на 20 ходов и 30 минут до конца партии. Общее количество времени дается 4 часа на партию, но дожить до этого момента еще нужно. Добавления Фишеровского нету, то есть на добавление на ход. Перебьевка на четвертьфиналы, мы видим, что Иригайся должен был сразиться с Видитом, Анант должен сразиться с Прагнананхой, Надербек Абдусаторов против Максима Вашьелограва, ну и Феруджа против Раунака Садвани. Что самое интересное, так это у Феруджи, потому что Раунак Садвани первый тур проспал и, соответственно, ему засчитали техническое поражение, а во втором, получается, во второй ответной партии Феруджи достаточно было сделать ничью белыми, он сразу проходит в полуфинал, так что можно сказать, что забесплатно туда попал. Ну и белыми он довольно легко, конечно, сделал ничью, тем более, что Садвани выбрал ход С5, и это все сразу переходит форсированно в Эншпиль после хода Е4. Конечно, можно играть С5, так чуть-чуть на борьбу, но Е4 это известный Эншпиль, и здесь даже чаще всего именно белые выигрывают, чем черные, ну и здесь дальше обсуждать нечего, потому что белые прекрасно вышли из дебюта, черные везде во всех этих вариантах стоят хуже, и черные должны защищаться, повторили ходы, и Феруджи в полуфинале, так что это было великолепно, просто прекрасно. Ну а дальше уже поинтереснее, это партия Аджуна Ригайси и Видита, мы уже будем рассматривать не все с вами партии, а именно уже ключевые. Первой партии получилась ничья, и вторая ответная партия. Здесь Аджуна Ригайси играет белыми, Видит играет черными. Видит, напомню, участник турнира претендентов 24-го года, победитель Большой Швейцарки, 23-го года тоже, в том числе четверть финалист Кубка Мира, 23-го года, но Аджуна Ригайси уже шахматист топ-5, за предельным космическим рейтингом почти 2800, так что индийское дерби, всем принципиально, никто никому не уступит, и на доске было разыграно Е4 и Е5, конь F3, конь F6, лоба 5, испанская партия, конь F6 берлинская защита, естественно, трактовать ее можно по-разному, можно играть антиберлин, но играет 2-0 здесь Аджун, и в целом кое-что у него здесь было заготовлено, потому что на 2-0 все-таки это приглашение забрать пешку Е4, и после хода Д4, конь Д6, мы можем с вами увидеть некоторые варианты, которые уже все знают, допустим, это побить С6ДС, ДЕ, на конь F5, ферзь Д8, король Д8, и получить известный берлинский эйншпиль, можно играть в этой позиции ДЕ, на конь Б5, А4, и после хода конь Д4, конь Д4, конь Д4, ферзь Д4, Д5, и после хода ЕД, ферзь Д6 сделать вот такую вот расписную ничью, которую мы наверняка видели неоднократно в онлайне, однако Аджуна Регаси в этой позиции играет слон А4, довольно редкое продолжение, потому что фактически белые пожертвовали пешку, ну и черные этим пользуются, играют Е4, напали на коня, ладей Е1, подвязали пешку, коня забрать невозможно, то есть у белых за пожертвованную пешку сейчас есть некоторое преимущество в развитии, слон Е7, конь Е5 сыграно, черные делают трекировку, заканчивают развитие конь С3, напали на пешку, хотим пешку свою отыграть, черные играют Ф5 и держатся за пешку, хотя при этом ослабевается немножечко черный король. После хода слон Ф4, черные бьют конь Е5, ДЕ, висит конь, конь Ф7, слон Б3, связали коня, который атакует сейчас пешку Е5. После хода король Х8, слон Ф7, ладей Ф7, ферзь Х5, напали на ладью, обратите внимание, сколько темповых ходов делают белые в этой партии, конь Д5 закинули. Все-таки проблема у черных сейчас в том, что у них не закончено развитие на ферзевом фланге, играют Д6, ладья АД1, централизация, но теперь, конечно, нельзя бить ДЕ, потому что конь Ф6 и ферзя выигрываем. Сыграно слон Е6, нападением на коня, конь Е7, шах, ферзь Е7. Получились разноцветные слоны, но не все так просто, сейчас мы подойдем к этому моменту, и я постараюсь объяснить. Теперь белые вправе отыграть пешку, после хода ЕДЦД, ладья Д6, на доске материальное равенство, и сейчас попробуем оценить эту позицию, после хода ладья Д8, ладья ЕД1, ладья Д6, ладья Д6, ладья Е8, ферзь Д1, белые захватили пока что вертикаль Д. Очень просто можно оценить этот разноцвет, потому что мы видим, что черный слон сейчас в данный момент просто упирается в свои пешки и не выполняет никакой полезной функции, то есть представим себе, что слон стоит на С6, ферзь на Ж6, и как-то черный подавливают на белого короля, однако это не так, а у белых здесь все довольно просто, потому что слон отправляется на Е5, ферзь на Д4, и постоянное давление на черного короля. Сыграно пока что ладья Е8, ферзь Д4, А6, С4, захват пространства, не дали провести Б5, взяли под контроль поле Д5, ферзь Ф7, Б3, защитили пешку на С4, ладья Е7, ладья Д8, шаг, ладья Е8, слон Е5, ну и мы видим, что наш слон насколько мощный, грозит уже сейчас ладья Е8, ферзь Д8, слон Ж7, и, наверное, это критический момент партии в данный момент. Судя по всему, уже имело смысл черным пойти ферзь Ф8, пойти на этот вариант без пешки, успеть сыграть ферзь Д7, то есть с идеей, да, сейчас ферзей разменять на условный слон Е5, перейти вот в это разноцветное слоновое окончание, без пешки, но попытаться его удержать. Однако здесь видит, играет Ж5, то есть таким образом защитил пешку, ну и какую-то контр-игру хочет создать. Белый играет Х4, вот так вот, нескромно. После хода Ж, аж ферзь Д2, уже ферзь Е5 пограживает, пешки становятся все-таки слабыми, король еще более открытым. Ф4, слон Ф4, судя по всему, чуть-чуть было сильнее и точнее пойти слон С3 с дальнейшим ферзь Д4, тут уже и пешка Е4 бы провисала, ну и все-таки грозили бы угрозы. Сыграно слон Ф4, ферзь Е7, ладей Е8, ферзь Е8, получился, казалось бы, такой разноцвет, с материальным равенством, однако король здесь открытый, пешки слабые, только белые играют на победу. Слон А6, ферзь Е7, ферзь Ф4, везде нужно не зевнуть мат, слон Д7, слон Ж5, напали на ферзя, на пешку А4, ферзь Е6, слон Х4, уже лишняя пешка у белых, Е3, ну идея хода Е3 в том, что если мы бьем на Е3, то слон С6, с дальнейшим ферзью 6, здесь есть уже контр-игра у черных, и в целом вроде как все не так плохо. Но Аджун играет Ф3, после хода Е2, слон Е1, эта пешка никуда не проходит, ферзь Б6, шаг, король Х2, ферзь Ж6, ферзь Д2, ферзь Е6, на деле дальше дело техники было, после Б5, С5, теперь есть еще проходная, на А5, король Ф2, хотим отъесть пешку, Б4, чтобы эта пешка оторвалась от группы, ферзь Ж5, шаг, король Ф7, ферзь Ф4, король Ж6, ферзь Ж3, король Ф6, ферзь Е7 на пешку А5 напали, ферзь Д5, ферзь А5, пару шажочков черные выписали, ну просто белые съели пешку Е2, самую важную, на ферзь Д5, король Ф1, на слон Ф5, ферзь Б4, ну просто уже тут четыре лишние пешки у белых, понятное дело, что это уже безнадежно, слон Д3, король Ф2, и просто сдался, видит, и таким образом, Эри Гайси выходит вперед, следующая пара, это молодость против опыта, многократный чемпион мира, Вишванатананант, против Прагнананхи, Виши, который, в общем-то, является наставником, или был наставником Прага, вот сейчас они играют между собой в классику, Праг шахматист уже стал экстра класса, ну а Виши не нуждается в представлении, так, в первой партии возник вот такой вот любопытный метельшпиль, где у белых есть два слона и поле Д6, вроде бы не сказать, что прям здесь какая-то суперпозиция у черных, но объективно и у белых тоже ничего нету, Праг ставит слона на Д6, вроде бы логичный ход, слон занял активную позицию, однако Виши находит сильное продолжение в виде хода конь С3, ну во-первых, это как минимум перекрытие, конь занял активную позицию, здесь Праг отдает качество на С3, БЦ, Ферзь, С3, С5, хотим разменять белопольных слонов после хода, Ферзь, С5, С2, К2, Ладья Б7, мы видим, что у Виши фактически качество за пешку получается, ну и мы видим, что все-таки компенсация белых именно в этом слоне на Д6, но не удалось здесь Виши прорвать оборону Прага, после Ладья А3, Ферзь Е8, Ферзь С3, Ферзь Б5, ну вся идея работать против пешки Б3, белый проводит Б4, на самом деле, возможно, уже здесь имело смысл играть просто Ферзь Е2, что здесь смутило Виши Ананда, вопрос очень хороший, здесь пока что Виши играет Ладья Ба7, сыграно Ферзь Б3, Король Ф7, пешку на Е6 защитили, Ба, и вот это критический момент партии, наверное, здесь уже имело смысл играть как-то Ферзь Е2, замысел которого в том, а что, собственно, делать, потому что у нас на Е6 не провисает, пешка А5 висит, в данный момент, можно попробовать было сделать маневр ход Ладья А4, с идеей Ладья Ф4, и напасть на пешку Ф5 на связке, но тут это ход парируется ходом Ладья С8, на Ладья Ф4, Ферзь С2, то есть теперь мы на Ферзя напали в том числе, хода Ладья Ф5 нет, мы просто бьем Ферзем, и Черный по-прежнему сохраняет перевес в этой позиции, однако Виши переходит в Эйншпиль, меняет Ферзей, забирает пешку А5, но игра на одном фланге, ну и, соответственно, ничего здесь не смог сделать, у белых можно сказать, что крепость, и на деле Виши съел слона, и просто предложил ничья, не согласились, здесь вторая партия тоже завершилась в ничью, а вот на Армагеддон уже посмотреть любопытно, Виши взял черный цвет, ему достаточно было сделать ничью для того, чтобы выиграть этот матч, ну а у Прага белый, поехали, на доске Е4-5, КНФ3, КНФ6, и шатландская партия, нечастый гость, но за последнее время ее играют все чаще на высоком уровне, так что это здорово, что старые дебюты снова воскресают, после хода ЕД, КНД4, Ферзя в 6, не самое основное решение здесь исполняет Виши, но тем не менее, такое ход есть. Забавно, но здесь обычно все-таки играют СЛНЕ3, или КНЦ6, или КНБ5, даже просто обратно на Ф3 возвращаются, там Б3 играют тоже, С3 даже ход встречается тоже в том числе, однако Праг избирает очень редкое решение, это ход КНЕ2, который практически не встречался в игровой практике, вроде бы несколько странное решение, потому что КН вышел на Ф3, на Д4, на Е2, закрыл своего СЛНа, белые не могут сделать рокировку, кажется, что это вообще какой-то бред, но на деле фишка в том, что КН выскочит где-то сейчас в район поля Ф4, а оттуда уже он может попасть на Д5, то есть у белых как минимум, где-то может образоваться контроль поля Д5 в том числе, черный играет СЛНЦ5, напали на Ф2, КНФ4, перекрытие, ну, надо сразу пояснить, что ход Ж5 никак не работает, потому что КНД3, и белые все защищают и атакуют слона, поэтому Д6 развитие, КНЦ3, КНЖ7, но мы видим, что как минимум ход КНД5 решение возможное, СЛНЕ2, СЛНБ4, с нападением на КНЦ3, может быть точнее было пойти как-то КНД4, или сразу сделать рокировку, но СЛНБ4 в итоге Виши ход исполняет, 2-0, СЛНЦ3, БЦ, но пешку не забирает, потому что если пешку забрать, то скажем после хода ЛДБ1, во-первых, уже есть полуоткрытая вертикаль Б, на условную рокировку СЛНБ2 темповый ход, и на любое отступление, мы видим, какой мощный СЛН здесь открывается, я бы сказал, что позиция становится более безнадежная здесь, на условный ход СЛНА1, который в партии бы наверняка последовал, на любое продолжение мы готовы играть ЛДБ3, ЛДЖ3 и просто атаковать короля на королевском фланге, на этом, скорее всего, партия черных бы быстро завершилась, поэтому пешка отравлена, сыграно 2-0, ЛДБ1, то есть теперь есть проблема с развитием белопольного СЛНА, потому что пешка на Б7 везде будет провисать, Виши пока что играет ФЕ5, с нападением на пешку Е4, СЛНД3, пешку защитили, А6, А6 ход нужен для того, чтобы не было хода ЛДБ5, и перевода на королевский фланг, С4, взяли под контроль поле Б5, поле Д5, Коня на Д5 всегда мы в итоге готовы поставить, то есть крепко, надежно, солидно. Ф5, довольно агрессивное решение со стороны Виши, и мне, кстати, интересно просто, на что он здесь рассчитывал, когда проводил Ф5, потому что в итоге-то пешку он не забрал, после хода ЕФ что делать? Если мы как-то Конь Ф5 играем, получаем Конь Д5, висит на С7, в том числе и грозит ЛДЕ1, сейчас просто с нападением на ферзь, на условный ход ЛДБ8, ЛДЕ1, на ферзь Д4, СЛНБ2, то есть мы видим, что просто под кучу ударов попадают здесь черные, скорее всего позиция просто становится безнадежная, а если бить слоном, ну, может быть, имело смысл, тогда ЛДБ7 все равно бы последовал, ход на слон Д3, Конь Д3, Ферзь висит, Ферзь за 5, пешку защитили, ЛДЕ1, все равно у белых ощутимо перевез позиции, потому что и пешка, и пешки слабые на ферзьевом фланге стали, ЛДЕ заехала, и король чуть открытый, так что в любом случае можно ставить на белое, ну, Виша играет здесь Ферзь в 6, получает Ж4, Праг, эту пешку, говорит, забесплатно не отдаст теперь уже, Ж6, Конь Д5, напали на Ферзя, на Конь Д5, СД, Конь Е5, Ф4, очень сильный ход тоже находит здесь Праг, с нападением на Коня, такого Коня на Е5 никто терпеть не будет, Конь Д3, Ферзь Д3, ЖФ, Ж5, и мы видим, как позиция быстро черных разваливается, ну, во-первых, как минимум, потому что по-прежнему нет развития на Ферзьевом, Слон теперь ограничен в подвижности, вообще никуда выйти не может, пешка на Б7 во всех вариантах тоже провиснет, сыграно Ферзь в 6, Слон Б2, ну, и мы видим, как по черным полям есть какие большие проблемы сейчас в лагере черных, после хода Слон Д7, Ферзь Т3, ну, уже нужно считаться с тем, что белый просто готов идти ставить прямой мат, Виша проводит здесь С5, ну, на деле уже сложно что-то здесь посоветовать, потому что если как-то пойти А6, сложно что-то здесь сказать, А4, АЖ, АЖ, Ладей 8, ну, тут Ладей Ф3, Ладей АЖ3, ну, и как-то все равно проблемы здесь возникают, потом как-то может быть даже Король Ж2, Ладей АЖ1, здесь в принципе много идей есть, Виша играет С5, ну, в принципе, от безысходности уже, Ладей АЖ3 сыграно, АЖ5, агрессивное решение, закрыть позицию как-то, но Ладей АЖ3 сыграно, на деле уже грозит Ладей АЖ5, Ферзь АЖ5, Ферзь АЖ7 с матом, сыграно пока что Король Ф7, такая небольшая эвакуация, но наносит удар Ладей АЖ5, здесь Прагдананха, ну, и дело в том, что, ну, Ферзь АЖ5 забрать нельзя, потому что Ферзь АЖ6 последует, Король Е8, Ладей Е1, на доске мат, и защититься невозможно, на СЛЕ6, Ладей АЖ6, Король Д7, на Ладей АЖ7 шах, на Король С8, Ферзь АЖ8, но я думаю, что здесь дальше показывать не стоит, сыграно Ладей АЖ8, пытались как-то консолидироваться здесь, черные, но это не помогло, сильный ход находит здесь, Праг Король Ф2, ну, идея очень простая, просто развязались, и угроза Ладей АЖ6, потому что в этой ситуации Ладей АЖ6 хода нет, потому что Ферзь АЖ6 на связке последовал бы, а на Король Ф2, угроза пойти Ладей АЖ6, и позиция черных здесь быстро рассыпается, ну, и, в общем-то, Виши здесь просто сдался, потому что, если играть как-то Ферзь АЖ5, то Ферзь В6 шах, Король Е8, Ладей Е1 шах, СЛЕ6, ну, и мы видим, что Король просто быстро попадает, пойти как-то Ладья Е8, то Ладья АЖ7 последует, ну, на Король Ф8 Ладья АЖ6, Ферзь висит, на Ферзь Ф7 Ладья АЖ6, здесь, я думаю, дальше показывать не нужно, но на Ладья АЖ7, просто Ладья АЖ7, Ферзь АЖ7, Ферзь АЖ7 с матом, позиция безнадежная, в 26 ходов, Прагдананха по заказу, белыми победил легендарного Виша Ананда, и проходит в полуфинал. Ну, и далее, Максим Вашелограф против Нандербека Абдусаторова, на деле они оба играли Армагеддоны накануне, то есть они играли по две партии, получается, Вашелограф играл Синдаровым, сделали они две ничи боевые достаточно, пошли в Армагеддон, в итоге Максим переиграл, может быть, не так осталось много сил, Абдусаторов вообще проиграл Костенюк, потом отыгрался, потом Армагеддон, как-то много, видимо, сил потратили, первые две классические партии, ну, в общем-то, без зуба просто сделали ничи, и все решалось в Армагеддоне. В итоге мало времени взял себя Абдусаторов, играл черными, черным достаточно сделать ничью, увидим, что было. Ваш Елограф играет белыми, Абдусаторов играет черными на доске Е4-Е5, и мы видим, что у Максима при стандартных 10 минутах как раз-таки 10 минут, а Абдусаторов взял 7,5 на 2,5 минуты меньше, хотя в итоге в партии это не так сильно прочувствовалось, в общем-то, все решилось по позиции. Итак, коня в 3-конце 6, испанская партия, А6-4, коня в 6, 2-0, и здесь играет Абдусаторов в Д6, улучшенная защита стейница, не такое частое продолжение в наше время, а можно было пойти и в конь Е4, и в слон Е7, тут куча продолжений играть, открытую испанскую, закрытую, архангельский, что угодно, но Д6 улучшенная защита стейница. Ладий Е1 с укреплением пешки, слон Д7 пока что развязались, С3 с идеей Д4, Ж6. Недавно ввел, скажем так, в практику снова это продолжение Арджуна Ригайси, в целом неплохо у него получалось, Д4 провели белые, слон Ж7, конь БД2, 2-0, конь Ф1, ферзи Е8. Ферзи Е8 хитрый ход, потому что грозит уже на самом деле конь Д4 в данной позиции, то есть если просто пойти как-то Аш3, то последует конь Д4, и проблема в том, что у нас слон Д7 есть еще промежуточный ход конь Ф3 с шахом, поэтому профилактика слон С2, чтобы слон не висел, слон Ж4 пока что подвязали, надавили на пешку Д4 где-то конь Ж3, конь Аш5. Здесь играет на дробек Абдус Саторов, ваш елограф закрывает позицию ходом Д5, конь Е7, Аш3, слон Ф3, ферзь Ф3, черным выгодно разменять как можно больше фигуру и упростить игру, для того чтобы сделать ничью с игра на конь Ж3 в Ж5. В принципе, грамотно и разумно здесь играл Абдус Саторов, тем более что ферзь находится сейчас на линии вместе с ладьей, играет здесь Максим Ж4, очень сильный ход поднимает. И на самом деле это уже один из критических моментов партии, потому что у черных есть выбор, что делать. Это играть Ф4, это бить ФЕ и бить ФЖ. Но дробек в партии выбрал ход ФЕ, потому что он по-своему очень логичный, потому что черный ходом ФЕ ликвидирует важную центральную пешку. Но на деле сильнейший ход считался ход ФЖ, объясню почему. Потому что на ферже 4 идея здесь черных пойти король Аш8, поставить коня на Ж8 и перевести его на Ф6, и просто у черных очень крепко, надежно, солидная позиция. Когда сыграно ФЕ ферзи 4, та же идея король Аш8, конь Ж8, как оказывается, не работает, потому что находится ход Ж5 и берутся под контроль поля Ф6, А6, и конь выпрыгнуть никуда больше не может, и белые сохраняют стойкий перевес позиции. И мы это в партии еще увидим. Можно было пойти Ф4, но белые, скорее всего, наверняка бы все равно пошли здесь Ж5, идея которого в том, что, во-первых, мы захватили пространство, а во-вторых, идея теперь двигать Аш4, Аш5 в этой позиции, вскрывать игру. На дербек играет ФЕ, ферзи 4, король Аш8, слон Е3, ну, белые пока что соединили лади, у них есть два слона, С6 с подрывом пешки, Д5, слон Б3, играет здесь Максим Вашелограф, потому что бить не очень приятно самим белым, да, потому что теперь угроза создать мощный пешечный центр, просто для черных здесь все было бы неплохо, поэтому слон Б3, С5, а, возможно, имело смысл все-таки разменяться на Д5, на ЦД, скажем, слон Д5, конь Д5, ферзь Д5, и играть эту позицию, хотя я уверен, что Максим бы выбрал бы на эту позицию играть белыми, потому что, скажем, на условный ход ферзь Б5, я думаю, что он с радостью бы разменялся, и перешел бы в этот Эйншпиль с одноцветными слонами, где все-таки у черных есть слабости, ну и тем более, такие позиции Максим очень хорошо чувствует. На дербек решил сыграть С5, закрыл позицию, а идея пойти где-то Б5 теперь в этой позиции, но не дают, потому что сыграно А4, взяли под контроль поле Б5, теперь на Б5, ну нет никакого в этом смысла, сейчас в данный момент, все равно идея, возможно, у белых была бы уже атаку на королевском устроить, сыграно Конь Ж8, Ж5, очень сильное решение, теперь Конь уже запрыгнуть не может, ну и, в общем-то, вон то решение, побить какую пешку, оно в итоге сказалось. Получается, что просто черные потратили темпы сейчас, и, ну, Конь отправляется на Ф5 потенциально, но всегда нужно учитывать, что здесь еще ход есть Ж4, это как минимум сыграно А5, захват пространства, зафиксировали пешку Б7, Конь Ф5, Слон Д2, отошли пока что от удара, чтобы двух слонов сохранить, Ферзь Е7, Король Х2, профилактика где-то от хода Конь Ж3, чтобы в будущем не было, в том числе, ну и просто передали очередь хода, Ладья Ф7, Слон С4, идея хода Слон С4, освободили пешку Б, провести Б4 где-то, Ладья АФ8, Ладья Ф1, Ферзь Д8, Ладья Ф3, Конь Е7, говорю, давай меняться, Слон Е2, в принципе можно было разменяться, Ладья Ф3, Слон Ф3, однако Абдусаторов играет пока что Ладья Ф5, ну, достаточно интересное решение, потому что бить-то нельзя самим, потому что ЖФ, и тут вообще все прекрасно было бы для черных, сыграно Б4, по плану, ЦБ, ЦБ, Ладья Ф3, Слон Ф3, в принципе не все так плохо для черных, Конь Ф5, успели поставить, ну, Ж4 сразу здесь, тогда Конь на Д4 просто кажется, все неплохо, Ладья Ц1 сыграно, на самом деле Коня на Д4 все-таки нужно было поставить здесь черным, потому что Конь занимает активную позицию, мы в любой момент готовы сейчас пробить на Ф3, ликвидировать преимущество двух слонов, и остаться в этой позиции, где уже у черных все не так плохо должно было быть, если сыграть как-то слон Ж4, то находится ход Конь Б3, в любом случае мы какого-то слона съедим, на Ладья Ц2, Конь Д2, там Ладья Д2, Ладья Ф4, предположим, тут уже даже бы черные играли на победу, однако в партии Абдусаторов не сыграл Конь Д4, почему он этого не сделал, это вопрос хороший, он сыграл Ферзь Д7, пока не очень понимаю замысел этого хода, но теперь на деле, почему это ошибка, потому что на уходе Конь Д4 уже не было, успевает белый пойти слон Ж4 как минимум, подвязать, то есть таким образом мы уже потратили время, Ферзь Б5, а проблема этого хода тоже в том же, ну во-первых, что пешка на Б4 защищена, и все защищено, во-вторых, Ферзь уходит подальше от королевского фланга, где происходят все события, в том числе, и, а все-таки Ферзь на Д8 и на Д7, ну в первую очередь на Д8, без связки, когда он стоял, он контролировал поле С7, а теперь у белых есть возможность просто заехать на седьмую горизонталь, Конь Д4 уже здесь, это ход не с тем эффектом, здесь пока что ваш Елограф играет С3 с нападением на Коня Д4, Ферзь Ф1, но один Ферзь, мало что здесь может сделать, Ладья Б7, падает важная пешка, ну здесь на деле, компьютеры рисуют ход Х5, но по-человечески поднять его, особенно на таком контроле, просто скорее всего невозможно, потому что черные должны были бы высчитать сразу несколько вариантов, они должны считать и С4, ЕД, С1 Е2, как они будут дальше трактовать эту позицию, и ход Ферзь В6 с угрозой мата на Ж7, а это все не так просто, на двух минутах просто все варианты здесь высчитать, да, как раз-таки нужно взять, а на проходе было бы считать тоже в том числе, поэтому ход Х5 по-человечески, ход просто неподнимаемый, на таком контроле сыграно Ладья Ф4, вроде бы логично, но не работает, Ладья Б8, Шах, С1 Ф8, Ферзь Е1, ну в общем-то Максим в своем духе, у него лишняя пешка, говорит, давай менять Ферзь Е3, Б5, ну и идея в том, чтобы просто создать проходную пешку, выиграть партию, сыграно Х5 уже здесь, ЖА, КРН7, но здесь уже это агония, БА, С6, Ладья Б7, Шах, КРЖ8, А7, ну грозит уже чуть ли не линейный мат просто, Ладья Ф8, Ладья Б8, ну здесь дальше обсуждать уже, конечно, не нужно, здесь уже не нужно даже быть гроссмейстером или мастером, для того, чтобы такую позицию выиграть, КЦ2, С6, Шах, КРЖ7, С5, и просто сдался Абдусаторов, потому что, ну на ДЕ, Ферзи 5 шах, КРН7, Ладья Б7 шах, ну что здесь делать, здесь, ну на С7, просто Ферзи 7 с матом, ну и таким образом, Максим Вашьелограф выходит вперед, и так, что мы имеем, в полуфинале у нас сразится Аджуна Ригайси против Прагнананхи, принципиально противостояние для обоих, ну а Али Резафи Руджа сразится с Максимом Вашьелографом, одним из самых неудобных своих соперников в своей карьере, надеюсь, вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите свой комментарий, увидимся в полуфинале, всем спасибо за внимание, и до новых встреч.